Меньше времени за телефоном и больше на иностранные языки. Староскольские школьники участвуют сразу в нескольких пилотных проектах. В пятых и девятых классах теперь изучают по два иностранных языка. А от телефонов на время уроков решено отказаться. Как оценивают нововведения учителя, школьники и их родители, узнала Оксана Шиманович. У девятого А из двенадцатой школы прошел всего один урок немецкого языка. Ребята уже освоили алфавит, сравнивают произношение с английским. Особенность отличная немецкого языка – это то, что если ты читаешь на немецком, то ты так и будешь произносить то, что прочитал на немецком. В отличие от английского, где встречаются слова, которые читаются по одной транскрипции и говорятся совершенно другой. Дополнительный иностранный язык, по мнению школьников, сегодня не лишний. В учебной программе на него отведен один час в неделю. Я рад, что нам ввели еще дополнительный язык, так как это открывает большие возможности перед человеком. Мы обрадовались всем классам. Нам понравилась эта новость. Второй иностранный язык – немецкий, французский или итальянский – ввели пока в девятых и в пятых классах 15 школ округа. Понятно, что за один час в неделю в совершенстве языком не овладеть. Но такой цели и не стоит, говорят учителя. Это хотя бы понимание вместе со словарем, чтение зарубежной литературы. А этому можно добиться в течение учебного года свободно. Первые шаги на пути к поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. И человек, который владеет иностранными языками, не одним, а несколькими, он имеет богатый словарный запас, он интеллектуально развит. Вообще полиглоты – это интересные собеседники и уверенные в себе люди. Еще одно новшество этого учебного года – отказ от сотовых телефонов на время уроков. Ребята, кто принес свои телефоны, пожалуйста, подходим и сдаем сейф. Эта инициатива была рассмотрена еще в мае на заседании общественного совета при губернаторе. Одними из первых нововведений опробовали в девятнадцатой школе. В кабинетах кадетского корпуса оборудовали специальные боксы с замками. Ключи от них находятся у классных руководителей. Новое правило едино для всех с первого по одиннадцатый класс. Школьники утверждают, что уже оценили преимущества. Мы теперь более эмоциональны и на переменах мы играем в активные игры. Лично я практически не играю в него. А так у учеников повысилась внимательность и усидчивость на уроках. Конечно, непривычно поначалу было, но мы быстро привыкли. Наоборот, можно выделить свои плюсы, такие как телефон будет находиться в надежном месте, я его не потеряю. Ну и во-вторых, он не будет меня отвлекать от уроков, и я буду лучше учиться. Мы стали, например, на переменах больше общаться с одноклассниками, стали как-то ближе, дружнее, можно сказать. Мне нравится. Почему нравится? Потому что дети теперь стали умнее и больше уделяют мне время учёбе. Таким ограничением особенно рады родители. Ведь вопрос касается не только учёбы, но и здоровья их детей. У нас было собрание, и практически единогласно все родители за это. Дети меньше балуются, меньше сидят в интернете, играют в игры, и, соответственно, больше информации воспринимают именно учебные. Мы очень благодарны родителям за поддержку этой инициативы. Да они и сами неоднократно выражали своё беспокойство о вреде сотовых телефонов, здоровья. Поменялся климат в школе, дети общаются, дети держат в руках книги, дети свободные, раскрепощённые, малыши больше двигаются. Подобные правила вскоре установят и в других школах округа. Каким образом и куда сдавать смартфоны на время уроков, каждое учебное заведение решает отдельно на общешкольных собраниях. Оксана Шиманович, Алексей Грачёв, Денис Остапенко, 9 канал.